хотите посоветую как начать экономить и это не тот случай типа меньше заказывайте в интернете значит получаем премиум аккаунт по ссылке в описании под видео в кэшбэк сервисе letyshops устанавливаем расширение для браузера и начинаем экономить от двух до двадцати процентов с каждой покупки практически в любом интернет-магазине ссылка на сервис в описании под видео как вы уже и поняли привет китай это я роман и честь сегодня мы находясь вот в таких эпизодах вот таких вот пейзажах там мужик ловит рыбу сегодня 5 часов утра мы 5 часов утра специально приехали чтобы записать этот видос потому что я чувствую что на канале не хватает красивых пейзажей на канале не хватает лета и роман это исполняет вот оно лето вот она красота и запомните этот момент короче сегодня мы поговорим о провальности российского алиэкспресса когда я услышал первый раз о российском алиэкспрессе я понял что это какая-то херня от которой ничего не стоит ожидать отдельного российский алиэкспресс там такая платформа на которой наши фабрики наши фабрики должны были продавать свою продукцию и вы понимаете что если до этого все приходили на алишку зачем поживиться китайским ширпотребом который стоит просто три копейки и все были счастливы то наши российские ребята говорят алиэкспресса очень хороший тракт давайте мы туда начнем выставлять нашу херню которую мы делаем а я не могу назвать по-другому потому что она не конкурентоспособная то есть наши фабрики русские делают хорошие меха под таганрогом лучшие шапки вяжут что такое в китае какую-то херню вяжут а там лучшие шапки вот такие вот сапоги делают специально для рыбаков а китайцы делают какую-то херню все вот это вот они говорят давайте будем там продавать это же нас ждет успех и они не думали тогда что ребята с алиэкспресса это грамотные чуваки которые продают очень все дешево и поэтому у них какой то есть успех и никто не заходит на алиэкспресс чтобы просто купить что-нибудь купить туда заходит чтобы очень дешево поживить а дед поехал нахер надо ваши видеоблоги эти и минпром торг есть такая у нас контора говорит что сайт адаптирован под китайских продавцов из-за этого процесс загрузки информации на сайт и адаптации платформы происходит очень медленно то есть это единственная причина почему они не смогли но еще они сказали что были какие-то крупные проблемы и то есть они начали принимать заказы анонсировали все они это дело 5 октября что все будет у них хорошо а начались заказы принимать только к зиме из-за этого они очень мало продали сейчас я вам просто скажу статистику который сам минпром торг в не стесняется и говорит вот именно так у нас а получилось за все время а это статья на 20 июня за все время за полгода за сука полгода продали на российском алиэкспрессе 24 заказа 24 заказа за полгода при том что проект посетила более 130 тысяч человек знаете если это был бы отдельный сайт то его бы хер посетить 130 тысяч человек еще они знаете мне нравится это 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 им греет душа они горят еще 522 товара были отложены в мои желания это чтобы сапоги отложили мои желания это достижение я просто знаете даже не буду приводить статистику я скажу что на алиэкспрессе в мои желания добавляют когда просто люди заходят у них есть свой аккаунт они спокойно каждый день добавляют туда свои желания всякую херню чехлы для iphone и вот это все и 522 товара отложенных это только приходится я не знаю на 10 аккаунтов алиэкспресс которые затариваются в китае вот в обычном китае это на 10 аккаунтов у нас 522 товара это реально это реально успех и еще говорит мимпромторг что выяснилось что работа на марк плейси отдельно у к отдельная технология другая ментальность и российские фабрики оказались к этому не готовы судя по этим заявлениям мимпромторг просто шоке это как получилось то есть когда прошло да какое-то определенное количество времени мимпромторг вот так вот вот так устают ну твою мать ну почему сапоги не покупаю они же стоят вроде нормально они вроде стоят 1000 рублей они же вроде качественны но почему сапоги то наши не берут но это же настоящая резина резина из какого-то колхоза там под тверью а я вам просто хочу пояснить одну истину для минпромторга для вас моих близких кто все это дело смотрит что надо развивать свое чё то не надо вот эти вот адаптации производить надоело мой сериалы мы все адаптируем и мы начали лезть туда на этот алиэкспресс китайцам не жалко от них не уйдут покупатели вот он есть там мол мол россия как-то по-моему так называется вот то есть туда заходят туда кто-то что-то вроде смотрит покупать даже 130 тысяч человек посетило то есть китайцы с нас просто вот так вы имели бабок за все это вы понимаете это что не бесплатно это наши налоги пошли на оплату всего вот этого действия чтобы 22 заказов совершили и мы потратили такое огромное количество налогов и я хочу сказать что чтобы начать чтобы начать конкурировать со всем вот этим вот делом надо сначала делать очень неплохую цену чтобы человек распробовал чтобы человек понял что вот эти вот сапоги и калоши это очень хороший продукт что лучше я куплю их и буду носить пять лет в своем колхозе и потом еще будет дороживать там мои дети внуки и правнуки вот либо чем я куплю там китайские какие-то кроссовки вот такие вот да там буквально за 10 баксов лучше я потом потрачусь на вот этих на эти калоши 30 баксов то есть сначала надо низкую цену поставить на эти калоши 10 баксов а потом уже реальную стоимость вот тогда будут продажи ну и с этими адаптациями я уже сказал что надо мне кажется делать не наш российский алиэкспресс можно так условно его называть но надо именно свою площадку делать пиарить и так далее вот это вот продолжать иные продажи не будут знаете это видос может случайно кто-то посмотреть и статьи из тех высоких чинов и у меня есть возможность такой аудитории большой достучаться до этих чинов никакие ваши вот эти вот ограничения по поводу заказов с алиэкспресс из китая из других стран вот это вот что там ввести 30 баксов можно в месяц нихера не спасут нашу вот эту вот экономику пока вы реально не докажете что вот эти сапоги лучше чем в китае купить ничего не будет спасать и вот эти вот бредни которые постоянно в интернете ходят что мы мол введем вот этот вот налог и все и станет всем хорошо жить это все полная херня ничего не под собой не имеет этот тупизм который может прийти оттуда сверху это будет очень необдуманное решение вы почему думаете до сих пор уже об этом очень давно говорят и почему вы думаете что до сих пор это не вели да потому что немножко очку и потому что китай все-таки это та страна в которой можно постоянно затовариться и люди сейчас очень много там покупают и как-то все-таки боятся наши чинари мне кажется этот закон пока ввести но с другой стороны в беларуси почему-то что-то в голову ударило и они говорят давайте мы будем это вводить они ввели 22 евро сейчас белорусы просто рыдают у них катастрофа у них там траур но я не знаю насчет их продукции может реально у них очень хороший там как и картошка очень хорошие белорусские там сапоги очень хорошие белорусские смартфоны есть какие-нибудь может быть огромное спасибо что смотрели ты я был романыч и я старался я очень старался донести до вас вот эту информацию что как растроганы наши правительства наши вот эти вот министерства и органы что мол не пошла торговля ну что поделает я вам все разъяснил вот когда вы все вот так сделаете тогда должна пойти торговля давайте поддержим этот видос лайком чтобы он куда-то вышел и чтобы люди посмотрели оттуда и чтоб никакие на вот эти вот налоги не вводили а это было и лето это было июль это было и лично это было пять часов утра и мы дико старались и это вот такой пейзаж и лично давай прям вот прям вот так вот прям вот так стиле стиле а я буду махать там кто-то плеснулся есть лучше герач наверное себе закалывать и тогда будет наверное хорошо тогда вообще все будет отлично и знаете мне сам удивляет когда вот это начинается то что говорит а но я не профессиональный спортсмен зачем мне пить протеин это что за херня кто вам сказал что если ты не профессиональный спортсмен то тебе не нужен протеин но ты не жри его зачем ты мясо ешь зачем ты творог ешь если ты не профессиональный спортсмен